Всем привет, друзья! Опять на своей навигационной вахте. Отшвартовались вчера с порта Барлеты, и компания дала новое задание ехать заправляться, в общем, возле берегов Греции, возле Перей, поэтому держим путь туда. Данный переход нужен для того, чтобы заправить судно топливом и двигаться дальше уже в направлении на Сингапур. После ночной вахты я пришел в каюту, прилег, закрыл глаза и только проснулся уже в обед. Вы знаете, это первый знак того, что все-таки портовые вахты, они гораздо сложнее, чем на ходу, выматывают тебя очень сильно. Ну и показатель этому, это то, что ты пришел, завалился и все. Открыл глаза уже в обед, потом после обеда уже так более-менее начал более хорошо себя чувствовать. Пошел кофе, выпил туда-сюда, потом повалялся, потом пришел на вахту. Так что вот так начался наш длинный переход. Где-то это будет 25-26 суток. Хотел вам показать на карте, где мы сейчас находимся. Вот наше судно получается. Вот это вот берега уже идут Греции. Вот берега Италии. Получается, мы уже спустились южнее. Вот мы должны пойти вот таким маршрутом. И вот сюда, к Афинам, на якорную стоянку. С якорной стоянки, вот с Афин, мы поедем вот сюда, на Суэцкий канал. После Суэцкого канала мы будем идти таким маршрутом через Индийский океан и на Сингапур. Когда говоришь о минусах работы моряка, то сразу первая мысль. Это шторм. И честно сказать, так оно и есть. Когда такая погода вот тебя качает, постоянно по мордам бьет волна, как-то тебя аж всего выкручивает. Я сам по себе как бы не страдаю морской болезнью. Но сказать, когда тебя трясет и постоянно вот килевая качка на протяжении хотя бы двух дней, ну и какой-то дискомфорт внутри, конечно же, есть. В морской профессии есть свои плюсы. Но поверьте мне, когда шторм, большие волны, это очень большой минус. Потому что когда ты чувствуешь себя нехорошо, тебя тошнит, тебя выкручивает, поверьте. Вся романтика сразу проходит моментально. Вот такая вот романтика у нас здесь, в этот день. Средиземное море дает нам хороших таких, хороших люлей. Волна поднялась хорошо с утра. Но по прогнозу сказали, что это так. Буквально на 3-4 часа и потом будет утешение. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать по поводу всего происходящего. Как бы отшортовались, сейчас опять идем дальше. В общем, все время в движении, как бы опять в море, опять работа. Уже не такая беготня, как в порту, конечно. Но все равно, работа есть работа, вахта есть вахта. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Все вопросы, которые у вас вникают, пишите в комментариях. Ну, на сегодня все. Я думаю, что тут больше нечего добавить. Я буду дальше вахтить. Еще мне осталось 2 часа. Потом меня поменяет капитан. Ну и пойду дальше отдыхать. Восстанавливать силы после такой стоянки в порту. Все, ребята. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok